Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. В сегодняшнем видео немного интересных рейдов и также вопросы и ответы от разработчиков. Все, что сейчас удалось нарыть, я, как говорится, на духу выскажу в сегодняшнем видосе. Помимо этого, у нас достаточно приятные рейды. По-моему, если я не ошибаюсь, это база Джонатанс. Многие знают, как ее рейдить, и я, по-моему, тоже знаю, как ее рейдить. Вот, да, вот этот вот ящик должен между нами и зомби сделать барьер. Ну и первый вопрос, чтобы сразу там не сильно затягивать вопросами и ответами. Так, во-первых, немного приболел, извините за голос, садится голос очень сильно. Ну и, конечно же, сегодня у меня день рождения. Жду вас всех в 18.00 в 6 часов вечера на стриме. Буду благодарен вам за визитик. Спасибо от души заранее. Когда вы добавите возможность перемещать камеру и смотреть на игру с другой точки зрения. То есть, когда можно будет поменять камеру и рассмотреть вот этот вот ящик типа из другой стороны. Типа заглянуть, что за этой стенкой стоит. Какие ящики стоят за этой. Или просто стенку посмотреть с другой стороны. Или, например, рассмотреть вашего персонажа, который стоит к вам в спине. Ну, раскрутить ее на 360 градусов. Это достаточно интереснейший вопрос. И я думаю, что многие этот вопрос задавали. Кстати, хотел сказать, что в этом видео именно те вопросы, которые задавали уже вы. Я их читаю, эти комментарии. И, естественно, задаем вопросы. Но, увы, не на все вопросики приходят ответы. Вот где собака порылась. Итак, такая идея находится на рассмотрении. И в ближайшем времени мы хотим это сделать. Очень сложно говорить. Прям очень жесть, как горло почему-то щекочет. Но, наверное, из-за того, что просто-напросто надорвал или простудился. Надорвал горло. На кого кричал, не знаю. Но, тем не менее, простуда берет свое. Очень сложно вот так вот долго разговаривать. Итак, ребят, что хотелось бы сказать дальше. Дальше у нас вопрос самый интересный. Задают тебе его ни один раз, ни впервые. Многие игроки об этом уже писали и говорили несколько раз. Итак, что это такое? С чем его едят? Не было бы удобнее игроку. Иметь магазин с боеприпасами. Кстати, я, в принципе, слышал об этом вопросе очень много раз. Не таскать с собой кучу оружия. То есть, представьте себе, что ты взял с собой не кучу огнестрела. Вот, например, там 20 глоков пошел. А только один глок и 20 ячеек патронов к нему. Этот вопрос очень интересный. Я думаю, что на него хотелось бы чаще всего и быстрее всего ответ услышать. И как бы нам повезло, потому что ответик пришел. Во-первых, это... Так, подождите. Было бы удобнее, а не таскать с собой кучу оружия. Так, как вы сделали это с резонатором. Вы помните, что такое резонатор? Это оружие Genesis, которым мы пользуемся. И, конечно же, как только прочность у этого оружия заканчивается, то есть, получается, патроны заканчиваются, мы можем легенько, просто на изи, как говорится, взять и пополнить там патроны. Да, ну то есть, это очень удобно. Я думаю, что вот эту комнату нужно первую разбомбить, потому что здесь может быть что-то вкусное, а потом уже ту, потому что там есть барьер между нами и зомби. Итак, вопрос этот очень интересный. И, в принципе, есть такая тема, на этот вопрос нам ответили. Спасибо, кстати, всем, кто задает эти вопросы. Я вижу, читаю. Если даже не читаю я, то читают мои модеры. Они самые интересные вопросы. Конечно же, выписывают, задают, помогают. Тоже очень интересно это все выглядит и звучит. В будущем обязательно появится новое оружие, отвечают нам разработчики, потому что именно которое будет иметь возможность перезарядки. Точно так, как имеет возможность перезарядки резонатор. Это очень-очень интересная тема. Если честно, я жду такого оружия. Почему его давно так не сделали, не знаю. Интереснейшая тема. Я думаю, что многие со мной согласятся, что этому оружию нужно быть. Прикольная тема. Но я так понимаю, что это сделают не скоро. Но, тем не менее, то, что есть такой ответ, это уже радует. Я не знаю, открою ли я все ящики. Потому что, когда приходит громила, я теряю голову. Очень теряю голову. И не особо люблю, когда вообще бьют в голову. Я знаю, что где-то здесь должны быть огнестрелы. Мясо катана. Кстати, может быть, тут и то, что у меня украли, это очень важно. Остальные вопросы, конечно, не менее интересные. Я не хочу сказать, что, типа, другие вопросы менее интересные. Там, типа, вопрос задавали тоже несколько раз. Куда делся сектор 7? Вы помните эту тему. Олды точно помнят. Итак, ребят, я очень рад, что мне выпала вот эта вот тематика. Сейчас мы приманим вот сюда толстяков. Я не знаю, сколько грома бьет. Но это будет сейчас смертельный номер. Я так понимаю, что где-то здесь у нас появились глоки. И мы должны сейчас подождать, пока громила. Он уже 50 жестких урона наносит. Итак, о чем вопрос? Куда делся сектор 7, вернее? Мы знаем, что это кратер, туда-сюда. Это очень интересно. Так, ребят, что успел, то успел. Вы понимаете, что когда громила бьет в голову, я теряю голову. Я не хочу, короче, потерять все. Давайте хоть так. Хоть так. Я теряюсь. Какой-то лут я вынес. Какой-то лут я оставил. Иди сюда. Так, вот забираем все глоки. Однозначно, что уже громила там нанес такое уронище, что прям заоблачный. Я бы и слился на этом рейде. Но, увы, уже неправильно начал его рейдить. И это большая бедища. Ну, вот так вот. Так, я вот вижу, вот так сделать. Ага. Ну, извините за то, что так вот теряюсь. Потому что снимаю сразу вживую, не озвучивая ролик. То есть, получается, сразу снимаю, сразу озвучиваю. Это очень-очень тяжко, ребят. Я думаю, что я буду валить на все четыре стороны. Там урон заоблачный у громилиона. Поэтому давайте быстренько пробежались по вопросам. Быстренько ответили. И я надеюсь, что вам тоже будет. Боюсь, нет ответа. Вот так вот прозвучало. Несколько раз задавали мы. То есть, в комментариях пишут вопросы. Вы тоже можете прямо сейчас задать вопрос. Это раз. В комментариях пишут, типа, куда делся сектор 7. Будем ли мы его видеть. Экзоскелет, броня. Вот про это все мы задали. Куда делся сектор 7 со всеми его вытекающими там. Экзоскелетами, броней и всем остальным. Боюсь, на это нет ответа. Все. То есть, вот так вот ответили. Единственный раз задали там с трех разных ребят. Итак, удар из-за стены в ферме. Это только там поменяли. То есть, вы знаете, что на ферме у нас поменялся удар из-за стены. Там теперь уже практически невозможно воинам за угла работать. Бункер Альф еще остается такой вот хорошей темой. Хорошим местом, где можно воинам за угла проходить кучу большую интересного. Но не будут ли в ближайшем будущем воина из-за стены убирать, например, в бункере Альфа? Так, вероятно, будут убираться. Это сейчас все на рассмотрении. То есть, вот так вот над этим смотрят и работают. То есть, может быть, в каких-то обновлениях мы просто-напросто попрощаемся с воином из-за угла. Паровозами и всем вот этим одним махом. Я буду очень плакать большими слезами. Большими слезами. Нефтяная вышка будет? Или нет? Когда нам уже откроют нефтяную вышку? Пожалуйста, быстрее там отвечайте. Туда-сюда. Короче, ответ прозвучал такой. Что нефтяная вышка будет, но не скоро. Ты что, дурак? Иди сюда. Он не идет. Ну, я боюсь такого громила. Очень-очень много у него жизни. Я буду просто выходить с игры. Зайду заново и наш персонаж очутится на базе, в которой можно будет перемещаться. Нефтяная вышка будет скоро? Да. Не. Нефтяная вышка будет? Знак вопроса задав. Да, но не скоро. Ответили вот так вот. Ну, и думаю, что на этой оптимистической ноте я хотел бы сказать вам всем пока. Удачи. Увидимся в следующих видео. Жду вас вечером, ребят. Постараюсь наделать кучу горячего чая, чтобы говорить нормально, чтобы голос не потерять, потому что говорить очень тяжело. Удачи вам, ребят. Приходите вечером на стрель. Продолжение следует.